Сегодня мы поговорим про реактивность, про реактивные системы, как их делать, что это такое и зачем вообще оно нужно. Давайте сначала познакомимся. Немного обо мне. Я Java Software Engineer компании Levenine, также я J.E.Conf Speaker, большой фанат Spring, и с недавних пор еще проповедую использовать реактивность. Со мной связаться можно в Facebook, Twitter, найти мои проекты на GitHub, кому будет интересно. И теперь мне хочется немного познакомиться с вами. Я видел, что небольшая часть людей подняла свои руки на вопрос, кто уже знаком с реактивностью. Давайте еще раз поднимите, чтобы я увидел, какая часть аудитории хотя бы слышал об этом. Окей, супер. Супер, супер, супер. Кто работал уже с RxJava, например, или проектом Reactor? Круто. Двигаемся дальше. Наш доклад, точнее наша сессия доклада будет разделена на две части. В первой части мы зацепим скучную теорию, которая просто необходима, чтобы вы были в курсе второй, что происходит во второй части. Так как во второй части у нас будет демка. Так мы будем писать код и делать всякие сложные штуки. Потому что первая часть нужна будет для того, чтобы вы познакомились с основой. Кому-то это будет скучно. Постарайтесь дотерпеть до второй части, потому что вторая часть будет реально интересней. Окей, начнем мы с того, какие вообще возможности реактивности. Зачем она необходима нам? Потом мы разберемся, что такое реактивная система и в чем разница реактивной системы и реактивного программирования. Поговорим о реактивном программировании, о истории развития, какие библиотеки, какие фичи там есть. И в конце мы это все применим в действии. То есть мы построим, ну не совсем построим, мы отрефакторим приложушку, но это будет in action. Двигаемся дальше. Собственно, основной вопрос, зачем реактивность? Представим, вы владелец успешного бизнеса. Бизнес, который продает, например, веб-сайт какой-то. А потом черная пятница. Ваш сайт свалился, и вы не смогли обслужить энное количество клиентов. Естественно, это повлияло на ваш инкам. И из-за того, что свалился сайт в черную пятницу, вы потеряли много денег и клиентов. И как бы, почему? Почему это произошло? Потому что вы не смогли быть responsive из-за каких-то внешних причин, которые изменились. То есть среда изменилась, а ваш сайт остался таким же. То есть основной вопрос, как оставаться responsive. Как, независимо от того, что изменяется среда, внешние какие-то события происходят, как продолжать быть responsive. То есть responsive – это наше основное value. То есть то, чего мы хотим достичь. Теперь давайте подумаем, что нужно для того, чтобы быть responsive. Есть несколько вариантов. Например, из первого, и из них вы уже все знакомы. Например, нужно быть эластичным. То есть мы берем нашу приложушку, начинаем масштабировать между серверами, и все встает круто. Как бы, это первая часть, составляющая, которая позволяет нам под какой-то нагрузкой оставаться responsive. Окей? То есть это дает нам возможность быть responsive. Но есть еще вторая составляющая. Что, если наша какая-то часть продукта просто отказала? И, естественно, если у нас весь продукт очень тесно связан между собой, отказ одной части может привести к тому, что все приложение просто упадет, и даже масштабируемость, эластичность нам никак не поможет. Соответственно, нам нужна отказоустойчивость. Нам нужно, независимо от того, что происходит с какой-то частью продукта, нам нужно продолжать жить и возвращать хоть что-то клиенту, потому что это очень важно. Соответственно, resilience – это тоже составляющая, которая позволяет нам оставаться на плаву и дает нам возможность возвращать какой-то response пользователь. Эти две части, они тоже между собой связаны. Так как масштабируемость нам дает какую-то отказоустойчивость, так как мы можем быстро поднять какую-то часть приложения, если та упала. И resilience продолжает, дает нам дополнительную эластичность тоже. Но это все, оно еще нравится одной важной штукой, без которой такая вот система, которая эластичная, отказоустойчивая, она не будет все равно в какой-то степени работать. Это сообщение, это месседжи. То есть наша система, чтобы быть эластичной, чтобы быть отказоустойчивой, она должна быть message-driven. То есть message нам позволяет как бы задекоплить все наше приложение в пространстве и как бы сделать меньшую связанность между частями. Соответственно, это тоже влияет непосредственно на нашу возможность давать ответ пользователю. Точно так же влияет на resilience и на нашу эластичность. Как бы всю эту штуку, вся эта штука не придумана нами только что. Это уже давным-давно задекларировано в таком документе, как Reactive Manifesto. И именно этот документ был придуман для того, чтобы описать, как бы, такой тип систем. В первую очередь, описать для кого? Для бизнеса. То есть это Common Vocabulary, который позволяет бизнесу, приходя к нам, разработчикам обычным, говорить свои требования, что он хочет, какое приложение должно быть. И девелоперы, в свою очередь, зная, понимая, о чем говорит бизнес, в свою очередь, может заглянуть в этот документ и посмотреть, как строить такое приложение, какие основные реквайроменты к нему. Соответственно, вся эта штука описывает определенный тип системы. Такой тип системы стал называться реактивной системой. Окей? То есть вот оно, первое слово реактивность. Реактивная система. Реактивная система – это про архитектуру. Это просто про общий дизайн всей системы, всего приложения. То есть это вообще не связано с кодом. Это важный момент. И чтобы сделать переход к следующей части, я хочу выделить один ключевой момент в такой системе. Она является message-driven, то есть сообщение. И вот благодаря вот такому признаку такой системы, мы можем использовать один подход, который позволяет нам хорошо строить такие системы. Я думаю, вы уже догадались, что это реактивное программирование. Хочу обратить ваше внимание. Реактивное программирование – это не реактивная система. Снова же, реактивная система – это про архитектуру. Реактивное программирование – это про написание кода, о том, как мы будем реагировать на определенные сообщения, на месседжи, которые будут ходить в нашей системе. Так как мы уже связали два этих понятия, давайте разберемся, и чтобы как бы построить будущую систему, используя реактивное программирование, давайте разберемся, как эта штука вообще эволюционировала. То есть посмотрим на эволюцию. В основе реактивного программирования лежит очень простой паттерн банды четырех – это паттерн observer. То есть мы просто слушаем лиснеры, точнее мы как лиснеры слушаем какие-то события из какого-то сорса. Вот у нас есть абстрактное облако, к которому подключаются клиенты, которые или клиенты, или наши лиснеры, и мы слушаем какие-то события. И дальше облачко обязано оповестить всех слушателей о том, что какое-то событие произошло. Окей, просто. В коде это выглядит так. У нас есть какой-то event handler, который обрабатывает каким-то образом какие-то ивенты. Этот event handler сетится в какой-то event source, и дальше event source обязан передать, как бы вызвать event handler. Естественно, таким простым примером мы в реальной жизни не можем обойтись. Мы хотим как бы описать какой-то бизнес-флоу, какие-то последовательности операций, после того, как вызвется один event, потом другой. Естественно, мы создаем вот такой вот код, похожий на лапшу, не знаю. Может быть. Естественно, такая штука называется Pyramid of Doom. Это такой термин выделили в программировании, чтобы описать такой вот стиль кодирования, потому что он правда похож на пирамиду. И это проблема, потому что когда приходит новый разработчик, он просто ничего не понимает. Второй момент. А что, если мы хотим асинхронно работать между этими хендлерами? Естественно, нам надо решать какую-то инфраструктурную проблему, которую мы не хотим решать. Мы хотим решать бизнес. Выход из этой ситуации есть. Есть framework way, например, как Spring framework, который берет ответственность на вызов на передачу ивентов в свое ядро, в свою основную систему. У нас есть, например, такой код, который позволяет использовать спринговые аннотации, такие как компонент и event listener, и коммуницировать из класса в класс посредством Spring framework. Тут проблема заключается в том, что нет понятного флоуа. Если в предыдущем варианте у нас была ясная последовательность, хоть и страшная с точки зрения кода, последовательность операции, то тут просто отдельные классы, которые что-то вызывают, и абсолютно непонятно, какой компонент от какого зависит, и как вообще event должен проходить. И это была основная причина развития чего-то нового, каких-то новых видов библиотек, которые позволяли описывать понятный флоу действий, брать на себя некоторые инфраструктурные вопросы, и хендлить все это из коробки. Естественно, появилась со временем такая штука, как Reactive Extension. Это набор библиотек, которые решили вот эту проблему. То есть они описывают некоторые штуки из коробки, которые нам позволяют решать эти проблемы. Давайте разбираться дальше. Началом развития Reactive Extension была компания Microsoft. В 2009 году она создала свою первую библиотеку rx.net, который решил эту проблему. Давайте посмотрим, как. У нас все тот же observer pattern в основе. У нас есть какой-то data source, и data source нужно передать данные subscriber. Вся фишка в том, что создались, было придуманы новые типы, которые позволили обвернуть наш data source в такую вот коробочку. Эта коробочка называется observable, и как бы ответственность observable — это как-то передать данные. У observable есть тоже как бы оппонент, это observer, это коробочка вокруг subscriber, получателя данных, и между ними существует определенный контракт, по которому observer передает данные observable. Observable передает данные observеру. Естественно, по своей основе observer является composable, то есть можно компонировать несколько-несколько-несколько таких коробочек и как-то делать дополнительные действия, трансформации, например, и прочее-прочее. Окей, то есть в основе это observable, который является нашим сорцом, данных. Observer — это получатель данных, как бы обертка, и между ними существует контракт. Контракт вот такой вот, то есть у нас есть метод onNext, который позволяет передать данные. У нас есть onComplete, который позволяет оповестить observer о том, что данные закончились, и нам надо как-то на это отреагировать. И есть еще onError, который позволяет как бы оповестить observer о том, что произошла ошибка. То есть помимо этого у нас есть еще Fluent API, который позволяет как-то трансформировать данные, проводить какие-то операции. То есть библиотека из коробки уже дает нам какие-то плюшки. Ну, к примеру, вот несколько операторов, которые предоставляются из коробки. То есть, например, JustFromDefer позволяет создать observable из каких-то данных, то есть обвернуть их в коробочку. Легко, из коробки. То есть это уже упрощает. И MapFilterFlatMap, например, какие-то преобразования сделать с этими данными. Какой основной бенефит? Если мы посмотрим на вот такой вот код, который написан при помощи Rx.net, например, мы понимаем, что у нас есть чистый флоу. Мы понимаем, что какое событие за каким должно происходить. То есть, что у нас получается из коробки. У нас есть чистый, понятный флоу, который помимо этого является не блокирующим, а синхронным типа реагированием на ивенты. И это круто, как бы, потому что это все похоже на императивное программирование, которое мы используем каждый день. Но в то же время это просто флоу, по которому когда-то протекут данные, и как-то мы их обработаем. Зачем нам, как бы, это все нужно? Какой, например, бизнес флоу или бизнес, как бы, requirement? Давайте представим ситуацию, когда пользователь кликнул на сайте покупок на отправку ордера, то есть он купил какой-то продукт, какой-то набор продуктов. И наша система должна на это среагировать и должна сделать определенное количество каких-то действий, например. Сходить на склад, проверить, что эти продукты есть. После этого отправить, там, реквест в банковскую систему, после чего отправить в складскую систему реквест. И описывая, как бы, все эти действия, вот таким вот флоу, позволят нам, как бы, повысить понимание и улучшить бизнес. Естественно, Java community поняла, насколько это крутая штука, насколько она весомая, и решила сделать точно такую же реализацию у себя. Вышла на свет библиотека RxJava от компании Netflix, которая, собственно, является копипастом того, что сделали ребята из Microsoft. В основе лежали все те же Observable, источник наших данных. В RxJava он выглядел примерно вот таким вот образом. То есть был набор статических методов, который позволял нам создать из источника данных Observable, как-то трансформировать эти данные. И был все тот же Observer, который позволял, давал нам возможность отреагировать на все те данные, которые отправляет нам Observable. Observable выглядит примерно вот таким вот образом, точно так же, как и в Rx.NET. И между Observable и Observer есть один контракт, это Subscription, который позволяет как-то управлять вообще потоком данных, как-то их контролировать. Этот контракт выглядит вот так вот. Есть у Observable метод Subscribe, который принимает на вход Observer и возвращает конечному пользователю, то есть нам, разработчикам, Subscription, который позволяет посредством Subscription как-то заканцелить Flow или отказаться от данных, если их поступает слишком много. Давайте рассмотрим несколько примеров. Начнем с того, как вообще создать Observable. Например, есть метод Just, который нам позволяет из какой-то единицы данных создать Observable. Например, зачем это вообще нужно? Ну, когда у нас есть какие-то статические данные, дефолтные, которые мы просто хотим вернуть, мы обворачиваем их в Observable посредством Just и возвращаем. Давайте посмотрим, как это работает. У нас создается вот такой вот источник. Происходит Subscription, подписка на наши данные и Observable начинает их передавать Обзерверу. Называется метод OnNext, так как у нас всего лишь одна единица данных, естественно, вызвется OnComplete и на этом выполнение нашего Flow закончится. Давайте сложнее пример. Есть вариант с From. From нам служит для того, чтобы создать источник данных из каких-то коллекций. Например, у нас есть какая-то коллекция данных из Legacy кода, и мы хотим ее преобразовать в наш реактивный Flow, так как часть нашего приложения уже преобразованная, использует Observable. Для этого мы используем From из какой-то коллекции. Тут примитивный пример из А, Б. Создается вот такой источник, к нему подключается Subscriber и дальше данные передаются Subscriber. Вызывается он Next, после чего выполнение заканчивается. И есть сложнее, как бы, вариант. До этого мы видели, что источник данных уже существовал, но что, если мы хотим как-то отложить создание данных? Например, мы не уверены в том, что появится какой-то подписчик, который затребует определенные данные. Зачем нам забивать нашу memory на определенные лишние объекты? Естественно, выход из этого есть. Есть оператор Defer, который позволяет отложить создание, как бы, источников данных. Мы передаем, как бы, в этом случае это лямбда-выражение, потому что я использую Java 8. В варианте RxJava это функция просто какая-то, интерфейс, который позволяет отложить создание источника данных. Давайте посмотрим, как это работает. Вот у нас есть наш оператор Defer. Подключается subscriber, и данных еще вообще никаких нет. Вот только после того, как подключился subscriber, у нас вызывается, как бы, наша отложенная функция, и вызывается создание источника. И начинается передача данных. На этом выполнение завершается, и, как бы, данных больше никаких не передается. Двигаемся дальше. Это простые примеры основы. Давайте разберем, что с трансформацией, как нам трансформировать какие-то данные. Начнем с простого, map. Мы хотим преобразовать один из одного типа данных в другой. Ну, возьмем уточки и шарики, и мы хотим шарик преобразовать в уточку. Какой, например, бизнес-кейс? Так как уточки не бывают в реальной жизни. Мы, например, хотим преобразовать, как по конвейеру, какой-то объект в другой объект. Или, например, мы упаковываем продукты в коробку. Это тоже преобразование на конвейерной ленте. Идем дальше. Сложнее. Фильтр. Мы, например, хотим отфильтровать какие-то объекты. Берем все те же наши уточки и при помощи оператора фильтр фильтруем только те данные, которые являются уточками, к примеру. Зачем это нужно? Хороший кейс, когда мы имеем огромный лог каких-то данных. У нас данные, как бы, логирование постоянно динамически поступает, 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 и нам важно отреагировать только на какие-то критические логи, которые сигнализируют об ошибке. И как раз вот такой вот вариант нам легко это позволит сделать. Flat map. Это сложнее. Хоть есть слово map, но под капотом мы просто разворачиваем наши данные. То есть нам приходит один объект, мы применяем какую-то функцию развертку и на выходе подаем как бы несколько объектов, преобразованных из одного. Смотрим, как это работает. Один кусочек мы преобразовали в несколько отдельных сигналов. Пример. Когда такое можно использовать? Вернемся к нашему, как бы, ордеру, заказу. Заказ обычно хранит в себе несколько каких-то продуктов. И чтобы обработать отдельно все эти продукты, нам как раз подойдет вот такая вот функция, которая позволит получить один ордер, достать из него все, как бы, продукты и дальше обработать независимо все продукты. Давайте посмотрим теперь это все вместе, потому что это были отдельные операторы. Давайте посмотрим, например. Да. На первенном стадии ты показал нам список риск. И в нём, как бы, каждый элемент опрацелывался по одному, или все разом? В этом случае. Нет, назад. Дальше. Ну и что? Винопрацелывается как весь список, как один объект? Нет. Как бы, такой список, функция from позволяет, как бы, взять на вход большой список и по очереди, как через итератор, обработать каждый отдельный элемент дальше. То есть это не, как бы, не балк обработка, а по, как бы, по одному элементу. То есть мы або даем список элементов, або берем объект и через flatmap его скидываем? Ну, как бы, в этом случае from работает уже как flatmap. Он раскладывает весь лист на несколько объектов. Окей, двигаемся дальше. Приходим, как бы, демонстрации всех этих операторов вместе. Как бы, в одном месте. External Service и его метод MessageStream, например, возвращает нам какой-то observable с какими-то данными. Какие там данные, нам не важно. Это все те же шарики будут. У нас появляется подписчик, который хочет получать эти данные. Естественно, при подписке, как бы, наша тучка начинает пушить какие-то данные. Данные попадают в оператор Map, преобразовываются. После чего происходит, как бы, фильтрация данных, но наши данные нас устраивают, потому данные доходят в конце пользователя. Окей, просто. Переходим к более сложной, финальной секции по вступительной части. Это как же можно манипулировать теперь... Окей, да, вопрос. Скажи, пожалуйста, для фильтра мы можем расфинкровать данные, то есть мы их не просто получим и не дадим дальше пользователю, а отправить их на какое-то отдельное крыло, чтобы они дальше обрабатывались те, которые не пошли пользователю? Есть такие операторы. Такой оператор называется Switch. Он позволяет, как бы, определить другой стрим вообще, по которому данные такие будут обрабатываться. Вот как в Java и Switch, точно так же есть и тут Switch. Такой же. Окей, манипуляция потоками. Я вначале говорил, что у нас есть проблема, как же обрабатывать наши данные синхронно, как их передавать на обработку в отдельные потоки. И вот RxJava тоже позволяет и вообще такой реактивный подход Reactive Extension позволяет нам решить эту проблему из коробки. У нас есть два основных оператора. Первый это Observe On. Как работает Observe On? Когда данные приходят в этот оператор, он их перебрасывает на обработку в другой поток. То есть мы хотим делегировать обработку каких-то данных в отдельный поток. Ну, к примеру, из жизни вы тем листы, вы не хотите писать весь код, соответственно, у нас есть команда, в которой вы делегируете определенную работу и тем самым занимаетесь более важными вещами. Следующий оператор это Subscribe On. В нем начинающие разработчики очень часто путают, так как у нас есть слово Subscribe, и тут как бы Subscribe On, соответственно, все думают, что обработка будет делегирована другим, как бы другому потоку, именно когда будет происходить как бы Subscribe. То есть это и так, и нет, так как у нас есть момент подписки, и именно вот момент подписки будет происходить в другом потоке. Давайте пример сразу из жизни. Вот мы хотим создать наш Observeable, нашу коробочку, вокруг какого-то тяжелого реквеста в базу данных, блокирующего реквеста. Нам просто нельзя блокировать наш main thread, соответственно, мы хотим выполнить этот как бы реквест в другом потоке. Для этого нам и нужен Subscribe On, который делегирует как бы выполнение реквеста в отдельный поток, а дальше обработка данных будет происходить уже в main потоке. Нифига не ясно. Даже не знаю, как другими словами. Ну, представьте, вы хотите выполнить тяжелый реквест. У нас есть main поток, который является UI потоком, который вообще нельзя блокировать. И если мы начнем выполнять тяжелый SQL запрос в main потоке, он у нас заблочится. RxJava из коробки нам дает Subscribe On, который как бы позволяет, вот у нас есть, например, функция defer, в которой мы знаем, что она выполняется лейзи. И вот все, что в функции defer внутри, как бы в этой коллабл, будет выполняться в отдельном потоке. То есть мы там можем прописать стрелочное выражение, тяжелый какой-то SQL реквест, и он будет выполняться в отдельном потоке. Есть для этого документация. Я надеюсь, вы зайдете и попробуете все это. Давайте немного квизов. Небольшой пример. Какой будет output? Я не вижу ваши руки. Окей, 300 или 400? Кто за 300 или 400? Кто за 400? Я вот, например, за то, что 4000 вообще. А кто за то, что вообще ничего не произойдет? Субскрайб. Правильно, вот был правильный ответ в зале. Из-за того, что у нас нету субскрайба, у нас вообще ничего не произойдет. Надо запомнить в этой штуке, что как бы то, что мы объявили наш флоу, не запустит наш вообще механизм. Для того, чтобы начало что-то происходить, надо обязательно на этот флоу подписаться. Я вопрос, мы на этот самый принцип. Да. Естественно, ответ это 4000. И под завершение я хочу вам дать еще такое понятие, как hot и cold, как бы observable, разделить понимание ваше. Потому что дальше мы будем как бы в нашем примере использовать разные типы наших источников данных, и надо понимать, что является cold данными, а что является hot данными. Так, начнем с cold. Cold данные это те, которые не динамические. Вот проще всего представить, это какой-то у вас есть список, и вы просто создаете из списка from, как это было раньше, и каждому подписчику эти данные возвращаются. То есть у нас есть какой-то список объектов, и как бы пользователь получил этот список объектов. Подключается еще один подписчик, он получает все те же данные. Когда это нам надо, например? Когда у нас есть бизнес-партнеры, мы создаем какой-то список документов важных, и независимо от того, когда придет каждый из партнеров, партнер должен получить одни и те же данные, то есть одинаковые копии, чтобы не было различий, независимо от того, в какой момент времени они придут за этими документами. И на противовес ход, это динамические данные, которые просто проходят во времени, и каждый подписчик будет получать абсолютно новый, отличающийся результат, в зависимости от того, в какой момент времени он подключился к этому источнику. Давайте посмотрим на примере. У нас есть все та же тучка, которая как-то динамически производит эти данные, то есть нам поступают, нам пушат какую-то информацию с отдельного сервиса, например, это чат какой-то, месседжи приходят, 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 наш флоу запускается, данные начинают идти, преобразовываться, фильтроваться каким-то образом, и так как нет подписчиков, они уходят в никуда. Так происходит какой-то период времени, данные пушатся, 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 и вот в какой-то промежуточек времени к нам подключается пользователь. И вот какую-то часть данных он увидит. Снова же, давайте примеры жизни. У нас есть чат, какой-то секьюрный чат, в котором общаются только коллеги, и пришел, например, еще один человек в этот чат, мы его пригласили. И нам важно, чтобы этот человек не увидел историю переписки, так как мы могли его там обсуждать, к примеру. Соответственно, нам важно, чтобы человек только увидел новые сообщения только после того, как он туда подключился. Супер. Как бы это основа. Это то, что нам нужно для базового понимания. Мы еще дальше по лекции увидим еще несколько дополнительных операторов, которые нам позволят, которые будут использоваться в нашем демо-приложении. Мы их рассмотрим. Но теперь давайте разберемся, какие основные недостатки, например, RxJava. Какие основные минусы. В первую очередь, RxJava, она, несмотря на то, что имеет понятный читаемый API, хорошую документацию, если вы начинаете делать какие-то сложные обработки, сложно понять, как оно работает под капотом. Так как это тяжелая, сложная библиотека, отдельная наука, и вникнуть в то сложно. Естественно, из-за этого у нас часто происходят какие-то unexpected behavior. Когда мы напишем сложный flow, мы в любом случае получим какой-то неожидаемый результат из-за нашего недопонимания библиотеки, как оно работает под капотом. Потом, когда мы хотим добавить какие-то расширения, как бы заэкстендиться от этой библиотеки, дописать кастомные какие-то операторы для нашего бизнеса, на тот момент времени, когда эта библиотека развивалась, она сложно поддавалась расширению. И нам было сложно написать какие-то экстеншены в свои операторы кастомные. Плюс не было backpressure. То есть, если у нас была push-модель, которая позволяла источнику при подключении сабскрайбера просто в него вливать неопределенное количество данных, например, кому непонятно, что такое вливать, это можно представить вот таким вот образом, когда нам слишком-слишком-слишком много данных поставляют, и мы просто захлебываемся от них. И наш сервер, например, падает. Такого контроля не было. И это как бы тоже проблема. Потом напомню, что reactive extension – это еще набор библиотек. Помимо этого были reactive extension для JavaScript, для .NET, для JVM, для Scala. И основная проблема была в том, что не было как бы одного стандарта. Такая штука не была стандартизирована. Соответственно, народ хотел стандарт, который бы поддерживал, например, который решал часть проблем в текущих библиотеках, таких как backpressure, и объединял все существующие решения воедино, как бы одним интерфейсом. Естественно, собралась комьюнити, reactive streams комьюнити. Это ребята из Netflix, из TypeSafe, из Pivotal, которые решили написать стандарт, который бы стандартизировал вот всю эту обработку данных, вот такие вот стримы. Идея этой комьюнити как раз была в стандартизации, написании спецификации. И в итоге они пришли к тому, что создали один common API, то есть создали спецификацию, которая описывает, как нужно делать реактивные стримы, и какие интерфейсы туда будут входить. Давайте познакомимся, что там было внутри. Как бы было всего четыре стандарта, то есть четыре интерфейса, которые стандартизировали бы наши реактивные библиотеки. Первый это publisher. Как бы publisher можно сравнить с observable. Это источник данных, обертка вокруг нашего источника данных. Есть subscriber, который по логике вещей точно такой же, как observer. И контракт между этими двумя вещами, между publisher и subscriber, был в виде такого интерфейса, в котором есть один метод, это subscribe, который получает на вход нашего subscriber. Давайте сразу смотреть, например, как это работает, как это работало бы. У нас есть абстрактный publisher, который имеет в себе какую-то одну единицу данных. К нему подключается subscriber, и данные не идут. Данные не идут, потому что у нас появилась новая ключевая связующая часть, это subscription. Собственно, в этом случае контрактом между publisher и subscriber является subscription, который позволяет как-то контролировать подачу данных. В subscriber, помимо стандартных onNext, onError, onComplete, появился метод onSubscribe, который получает от publisher эту подписку. И дальше при помощи subscription мы можем как-то реквестить эти данные. То есть наша модель немного поменялась. Наш subscriber может реквестить как-то данные. Давайте посмотрим, как это работало бы. Вот наша реализация метода onSubscribe. Вызывается метод requestOne, и наш subscriber отправляет как бы request publisher, после чего publisher начинает отправлять уже данные. то есть у нас появилась абсолютно новая возможность, другая модель. Когда раньше наши данные чисто пушились, мы не могли их никак контролировать, то сейчас у нас появилась из коробки, из спецификации уже поддержка такой штуки, как backpressure. То есть subscriber может говорить publisher, какое количество данных он может успеть обработать. И это очень важно. Есть еще четвертый интерфейс, это процессор, который является объединением первого и второго, то есть такой вот микс subscriber и publisher. Например, зачем вообще эта штука нужна? Эта штука нужна, когда по спецификации publisher он может хранить какой-то state. Соответственно, процессор может использоваться для того, чтобы получить какие-то данные, как-то их обработать, независимо от того, есть ли конечный subscriber. Давайте посмотрим пример. Вот у нас вклинивается наш процессор, какой-то будет как-то преобразовывать и хранить в себе данные. И дальше он начинает, независимо от того, как себя ведет subscriber, обращаться к нашему основному источнику, получать от него данные, как-то их преобразовывать. И уже после того, как он может засторить, как-то сохранить эти данные, источник может отключиться, subscriber может попросить данные и процессор их ему отправит. То есть это какой-то промежуточный пункт, который может себе хранить данные. Например, для кэша или еще что-то, или для буферинга какого-то. А если subscriber отключился, он в этот subscription request, там ничего не имеет, то он через карпид куторию? Нет. Subscriber, точнее паблишер, получив однажды request о том, что нужно отправить какие-то данные subscriber, запомнит этот request. И через какой-то промежуток времени, когда эти данные появятся, он их ему просто асинхронно отправит. То есть тут какой-то такой постоянной связки нет. Они, эти все компоненты, слабо связаны. Subscriber отправил request, и он не заботится о том, есть ли данные или их нет. Паблишер уже обязан как-то потом отреагировать на этот request и отправить по нашему как бы pipeline эти данные. И его нацекает? Subscriber еще чекает, или уже нацекает? Когда subscriber отключается, он, естественно, должен как-то оповестить паблишера. Соответственно, он через cancel, например, скажет, что я отписался, и паблишер узнает, что туда данные уже слать не надо. Окей? Все это была спецификация, и очевидно, что данная спецификация где-то должна быть имплементирована. Сегодня мы поговорим про project reactor, который является имплементацией данного интерфейса, данной спецификации. Но хочу вам сказать, что после появления спецификации на рынке вышли еще другие библиотеки. Такие как Akka Streams, которые тоже основаны на Reactive Streams спецификации. RxJava 2, которая абсолютно новая разработка, оптимизированная. И основной идейный вдохновитель, это Дэвид Корнак, он является также разработчиком и project reactor. То есть он в коллаборации с Pivotal разрабатывал и project reactor. И когда вы начнете интересоваться project reactor, RxJava, помните, что это, в принципе, одинаковые библиотеки. Снова, project reactor это от Pivotal, и как бы разница RxJava и project reactor, и, наверное, плюс project reactor заключается в том, да, sorry, IPI абсолютно похож, то есть project reactor и RxJava абсолютно похожи. И как бы основной плюс project reactor, что он написан на 8-й Java, когда RxJava 2 написано на 6-й Java. Соответственно, там, где вам необходимо использовать более старую версию GDK, вам подойдет RxJava 2. И она ничем не будет, как бы в плане архитектуры, в плане подходов, отличаться от project reactor. Но если же вам надо, как бы, 8-я Java, то используйте project reactor, так как он использует все фичи 8-й Java. Project reactor имеет в себе два основных типа. как бы, раньше у нас был всего лишь один, как бы, реактивный тип, это observable. У него был всего лишь один подписчик, это observer. То тут в project reactor есть два типа источников данных. Это flux, который по своему поведению напоминает абсолютно observable. Точно такое же идентичное поведение, когда мы можем обрабатывать от 1 до n количество, как бы, единиц данных, работа над коллекциями. Flux выглядит точно так же, как observable. Сразу видим, что он имплементирует паблишера в себе, то есть он полностью из коробки основан на реактивной спецификации, реактив стрим спецификации. Имеет в себе точно такие же, как в RxJava, как бы методы для создания observable, для создания источника данных. Имеет точно такие же операторы для обработки, трансформации как-то этих данных. И второй реактивный тип – это mono. Моно похож непонятно на что. Из названия сложно догадаться. И начинаем ломать голову, что же он делает, так как по факту он делает то же самое, что observable, но немного другим как бы путем. Он обрабатывает либо одну, либо ноль единиц данных. Зачем это было сделано? Разработчики заметили, что зачастую мы работаем всего лишь над одним источником, над одним элементом. Например, мы хотим из нашего observable скомбинировать все данные, засторить их в какую-то отдельную коллекцию, дальше работать только с коллекцией. Естественно, коллекцию обрабатывать каким-то таким массивным фловом, который рассчитан на много элементов, глупенько. Потому что можно этот процесс оптимизировать, и собственно mono как раз из-под коробки делает эту оптимизацию. То есть она рассчитана только на обработку одного элемента данных. И там примерно куча оптимизаций, которые позволяют работать только с одним элементом. И mono для обработки одного элемента будет работать быстрее, чем flux. Вопрос, да? Да, но это в RxJava второй. Окей. Это уже появилось позже. Это в начальной спецификации RxJava еще не было сингл, там был только observable, и уже спустя какое-то время появился сингл. Просто, насколько я помню, в начальных версиях не было такого. Ну да, но в первой, например, уже есть. Окей. Но оно могло появиться позже, так как точно так же, как и адаптация с работой с reactive streams. Там тоже есть отдельная часть, которая позволяет Rx1 observable преобразовать в reactive streams спецификацию. Но это появилось немного позже. А мы сейчас так двигаемся по истории. Окей. С mono разобрались. Пример. Как будет работать mono? Например, мы создаем mono из какого-то флакса, из какой-то коллекции, преобразовываем в mono. Как оно будет себя вести? Появляется подписчик, наш флакс начинает через mono пушить наши данные каким-то образом, отрабатывает первый on next, флакс продолжает пушить данные, и доходя до контактной границы с mono, он притормаживается, и mono говорит, нет, хватит. Так как я обрабатываю всего лишь один элемент данных, оно канцелит соединение с флаксом, и конечный подписчик не получит второго элемента данных. Естественно, вызовется он complete, после чего завершится выполнение. Project Reactor имеет точно такое же, как в RxJava API, то есть есть функции для обработки, для трансформации данных. К примеру, я не буду называть те же, что и были, но назову несколько новых, таких как Merge, Zip, Publish и тому подобное. Давайте разберемся с тем, что я назвал, как оно работает. Начнем с Merge. Зачем нам нужен Merge? Мы хотим слить каких-то два, как бы два flow в один, все источники из двух, как бы все источники слить в один, и обрабатывать уже два источника. Это будет работать вот таким вот образом. Наши данные начнут хаотично приходить, и дальше мы их будем как-то обрабатывать. В коде это выглядит вот таким вот образом. Переходим к следующему оператору. Оператор Zip. Он похож на оператор Merge, но немного отличается. Давайте посмотрим, в чем отличие. У нас из одного источника пришел один элемент, и дальше он не пойдет вниз по нижнему стриму, по основному, как бы нашему flow. Он будет дожидаться, пока придет следующий элемент из параллельного потока. И после того он их скомбинирует и отправит дальше на обработку. Зачем нам нужно такое? Ну, к примеру, вернемся к нашему абстрактному магазину. Пришел какой-то ордер. Наш ордер нет смысла подавать на поставку конечного пользователя, пока к нам не пришел результат как бы транзакции с банковской системой. Соответственно, наш ордер должен на нашем flow обработки немного подождать, и только когда пришло оповещение о том, что да, транзакция прошла, деньги у нас уже на нашем счету, только после этого можно дальше продолжать обработку. Вот примерно для такого случая нам подойдет zip. В коде это выглядит снова же так же. Очень похоже с merge, только появляется еще в дополнение функция, которая комбинирует наши элементы. Как бы мы рассказываем, как мы хотим скомбинировать наши элементы и обрабатывать их дальше. Есть еще одна важная такая штука, которая появилась в Project Reactor именно с появлением Reactive Stream спецификации. Это возможность как-то адаптировать внешний источник, например, внешнюю библиотеку, которая не написана, например, на Project Reactor, написанную на RxJava, как бы адаптировать в API, которым мы пользуемся, в API Project Reactor. Соответственно, у нас есть функция from, которая принимает нашего паблишера какого-то, какой-то источник данных. И в коде это выглядит вот таким вот образом. То есть мы из external паблишера создаем как бы оберточку нашу и можем как-то это обрабатывать. Плюс Project Reactor поставляет из коробки, так как он основан на 8-й Java, еще работу с API 8-й Java, это Stream API. То есть помимо коллекций стандартных мы можем еще создавать нашу оберточку, наш flow из стрима какого-то. Это выглядит вот так вот. Плюс появляется из коробки поддержка Backpressure. То есть мы можем контролировать Backpressure сразу же из библиотеки. Это появляется у нас для этого API, который позволяет как-либо обрабатывать такие вот кейсы, например, забуферить или, например, выкидывать все данные, которые приходят и не успевают обрабатываться, или только хранить последний результат. Можете потом посмотреть, кому будет интересно. Есть дофига кейсов, которые позволяют работать с Backpressure. И давайте подытожим, так как это была скучная теория, я вас понимаю. Дальше будет интереснее, я вам гарантирую. И подытожим, что мы вынесли из первой части. Мы разобрались, что такое реактивная система. Реактивная система — это в первую очередь архитектура. То есть это не реактивное программирование. Реактивная система — это архитектура всей системы. Есть реактив-манифесты, которые описывают, как построить реактивную систему, как должна себя вести реактивная система. Так как реактивная система основана на передаче сообщений, очень хорошо для написания реактивных систем подходит реактивное программирование, которое базируется на реакции на определенные сообщения, на определенные ивенты. Соответственно, человечество создало ряд подходов, которые позволяют упростить построение вот такой вот реактивной системы. Эти библиотеки, такие как RxJava, ACO Streams Project Reactor позволяют нам построить реактивную систему. И в итоге мы увидим в следующей части, как построить вот такую реактивную систему и как красиво как бы в итоге получится, какое красивое получится у нас приложение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова